Ну, я считаю, что в стране установлен оккупационный режим, она делает то, что и должно делать. И одним словом действует оккупационная администрация. В этой связи, давайте я вам выскажу свои соображения, что происходит в стране. Смотрите, я, как и многие миллионы граждан, ненавижу эту власть, установившуюся в стране. Более того, я презираю всех лиц, которые сконцентрировали в своих руках верховную власть, включая в том числе президента Владимира Путина. Поскольку считаю, что у этих лиц нет ни совести, ни чести. Ну, я не знаю, какая мать их родила. Фактически для меня они не люди. Лица, которые в великую страну вергли в путьщину хаоса, а ее народ не считают, нельзя назвать людьми. Этими нелюдьми сегодня в стране убита наука и промышленность, медицина и образование, и проводит генетиз собственного народа. Про науку и промышленность все на виду, говорить не буду, скажу про медицину. У меня личная трагедия. Самые близкие мои люди, дочь и жена, сегодня находятся на грани жизни и смерти. После шести курсов химиотерапии мою жену не укладывают в больницу на операцию. Говорят, Советский Союз закончился. А у меня, к сожалению, денег на госпитализацию и операцию нет. С дочерью картина еще страшнее. После операций и химиотерапии, на которые у нее реакция, то есть непереносимость организма, врачи не могут и не знают, что делать. То есть ее не могут лечить. Вся эта трескотня, звучащая из телеэкранов о современных новых высоких технологиях, это фикция. Родину, как и мать, не выбирают. Как же в этой связи быть в своей стране, где медицина убита, а ее остатки служат крупному капиталу? Образование в стране, считаю, сегодня добивает окончательно. Закрыв все школы и вузы с марта по июнь, а осенью, придумав еще второй цикл пандемии коронавируса, закроют еще раз. Хорошо, если откроют в сентябре. Власти, думающая, образованная молодежь не нужна. Заос гастарбайтеров ее вполне устраивает. О правах граждан вообще и разговоров нет. Каким может быть право граждан в стране, где нет правосудия? Где следователи открыто заявляют, что суд под нами. Все органы государства превращены в орудие произвола подавления народа и инакомыслия и служат крупному капиталу, то есть тем же нелюдям у власти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok